Всем привет! Это аниме-магазин OtoCooking. Аниме-фигурки только оригинальные. Однако уже такое делалось пару лет назад. Делали мы обзоры сравнения оригинальных аниме-фигурок и подделок. То есть китайских бутлегов, кусков говна, ну и всё прочее-прочее. Как раз то самое, чем торгуют большая часть аниме-магазинов в России в целом. И хорошо, если эти аниме-магазины пишут, что это копия, подделка и прочее. Но большая часть врет нагло, беспардонно, не указывает ни информации, ничего. А потом, когда клиенты им пишут, а что у моей фигурки краска криво покрашена, глаза косые, ему начинают втирать то, что якобы фотографии это промо-фотографии, это идеальная фигурка. А вы знаете, вот как бы в этом тираже иногда бывает, что качество покраски фигурки отличается от промо-фотографии. Это ложь. Это нагло, чистая ложь. Такого не бывает. Что касается комплиток больших дорогих фигурок, такого вообще не бывает. Там случаи брака у японцев просто единичные. Что касается комплиток какого-нибудь там новой фирмы, ну, бывают, конечно, проблемки, но это очень-очень редко. У экшн-фигурок а-ля фигма Ниндороид такие случаи тоже практически не бывают. У прайзов, да, бывает, что краска кривовато там или капли, или даже клей бывает. Спорить не буду даже именно, что в тираже такое бывает. Но, поверьте, обычный прайз редко идет в сравнение даже с подделкой. В данном случае это посылка. Здесь два прайза. Китайских прайза. То есть это подделка на дешевую прайз-аниме-фигурку. Прайзы фигурки. Это фигурки, которые делают фирмы, вроде таких как Тайто, Фурью, ну и Сега, например. При этом на уровне прайзов бывают качественные прайзы и не очень качественные прайзы. И тут нету такой какой-то системы. Это чисто зависит от фирмы. И все. Именно фирма. У Сеги, например, редко бывает лажа полная. У Фурью, например, бывают и лажи. То есть не очень хорошие прайзы. Но и довольно крутые фигурки бывают. Причем прайзы бывают даже такого уровня, что люди с комплитками их путают. Там и детализация, и качество. Но материалы берут подешевле. Поэтому прайзы. Кстати, что такое вообще прайзы? Прайзы это фигурки, которые делаются только для внутреннего японского рынка. И они делаются для игровых автоматов. Поэтому запомните. Прайз это недорогая фигурка. В России стоимость прайза обычного редко может быть дороже двух тысяч. Если она дороже двух тысяч, ищите другой вариант. Возможно, прайз уже стал дорогим. Как и многое коллекционное прайзы становятся дорогими просто с течением времени обстоятельствами спроса героя и т.д. Как и комплитка, которая в начале стоила пять тысяч, а через два-три года уже пятьдесят тысяч. Ну ладно. В чем юмор? Юмор в том, что это два китайских прайза. Это подделка на дешевую аниме-фигурку. И мы будем делать сравнение. Для начала я хотел просто это как видеотизер показать. Понимаете? Вот так китайцы пакуют свои посылки. Большей частью они пакуют их очень дерьмово. Чего ж тут говорить. В данном случае, не сказал бы, что это худший вид упаковки, что я видел, но один из самых худших, честно говоря, точно. В общем, там картонная коробка. Как видите, уголок протерся уже. Там картонная коробка. Она, видно, уже помята жизнью, побита. Ее просто закинули в пластиковый пакет. Пластиковый пакет там мотали скотчем крест-накрест. Он, причем, уже успел пожелтеть. Значит, скотч, скажем так, фиговый. Потому что я не уверен, что обычный прозрачный скотч может за 15 дней вот в такое превратиться. Дошла она довольно быстро. Ну, я сейчас точно не помню, но где-то дней 15-20 точно. Из Китая сейчас посылки, конечно, быстро ходят. У нас почта с этим делом навострилась. Они какие-то договора там заключили. Поэтому все очень быстро. Даже обычный Саурик из Японии часто ходит 3-4-5 недель. В то время, когда вот китайские там за 2 недели, ну, в процентах в 70 доходит без проблем. Особенно, если у него есть стройк-номер. Поэтому лучше заказывайте стройк-номером. Да, дороже, но надежнее и проблем нет. Сейчас я вскрою коробку. Покажу, как это будет выглядеть. Но сам обзор сравнительный в виде фото и видео будет уже чуть попозже. Я не скажу, когда, честно говоря. Я сейчас не знаю. Я уже 5 минут тут, скажем так, общаюсь непонятно о чем. Кстати, если хотите от меня услышать какие-нибудь интересные лекции, истории, ну, фиг знает. Пишите в комментариях. Я постараюсь какие-нибудь видосики снять, рассказывать о чем-то полезном, бесполезном, интересном. Потому что все-таки за 12 лет случилось крайне большое количество случаев. Я не буду заморачиваться с открытием. Здесь, честно говоря, заморачиваться не надо. Режем пленку. Коробка бэушная. Нет, ну, всякое бывает. Я не буду врать. Даже мы клиентам иногда в бэу-коробках отправляем. Это, во-первых, экономит деньги на упаковке. А во-вторых, если коробка хорошая, почему и нет. Ну, это, конечно, очень бэу-коробка. Но, как видите, пленка обычно ничего особенного. Гуляй, Вася. Коробочка. Коробочка такая вот порезанная, пожратая, со скотчем внутренней японской почты. Уж не знаю, откуда это все. Эх, скотчик. Фу, ненавижу я скотч, честно говоря. Китайский скотч, кстати, один из самых омерзительных. Я не знаю, почему. Наверное, потому что берут какой-нибудь дешевый отстой. И мне, честно говоря, интересно. Во-первых, фигурки, насколько я помню, должны быть в коробочках. Во-вторых, в каком состоянии они, в данном случае, пришли. Ламинатная подложка. Помню, лет семь назад мы ее тоже использовали для упаковки посылок. Честно говоря, не самое лучшее, но на фоне многого это ничего. Вот так, ладно, тут не получится просто так. Помните, я когда заказывал для прошлых обзоров прайзы. О, не прайзы, бутлеги. Китайские. Там местами вообще трэш и угар был. Так, убираем. И вот такой вот кирпичик. Ой, по-моему, какая гадость всякая. Скотч отвалился кусок. Ненавижу. Так, здесь две фигурки должно быть. Брались, конечно же, бутлеги, копии. Кстати, когда говорят, что есть бутлеги хорошего качества, ну, честно говоря, это полная ложь. Вранье. Бутлеги, они либо бутлеги, либо не бутлеги. Но я не буду, конечно, на китайцев гнать. Скажу честно, что за последние 10 лет, а точнее за последние 7-6 лет, китайцы довольно сильно подняли качество бутлегов. Но не забывайте, что бутлеги, да, они дешевые, но вы их потом просто выкинете. Оригинальные аниме-фигурки вы хотя бы потом можете продать, а некоторые подорожают довольно сильно. Они не пахнут, они не портятся, в принципе, никогда со временем. То бутлеги это, ну, кусок говна. Это детская игрушка. Это не коллекционная вещь. Это просто детская игрушка. Вот я ребенку покупаю своему иногда китайские игрушки, когда она просит там по 50, за 100 рублей. И, честно говоря, я потом их в тихомовочку выкидываю, когда она уже перестает в них играть. Так, что у нас тут? О, тут у нас немножко не так, как я думал. Так. Итак, у нас тут бутлег прайза кирито. Честно говоря, даже печать уже не фонтан. Видите, какая печать отстойная? То есть, они отсканировали оригинальную коробочку, но не смогли сделать четким даже рисунок. Обычно он, вот, вообще видно, отстой. Вот такого не бывает никогда. Красный текст обычно очень четкий, все очень красиво и понятно. И даже видно, как вот тут, например, вот, где вот 15, видите, смазано все. Я видел бутлеги с качеством печати на коробках получше. Вообще, коробки научились делать. Это бутлег из Уми Сагири из аниме Романго Сенсей. Ну, во-первых, понятно, что скотч отстой. Он уже желтоватый, хотя я не знаю, сколько фигурки времени. Особо тут... Ну, я вскрою, покажу. У меня, к сожалению, нет этого нендороида в оригинале, поэтому обзора его не будет. Вообще, мне казалось, что я заказывал два прайза. Кирита одного и вроде Асуну и что-то еще. Одну отменили, не было в наличии. Я просто нашел как-то случайный китайский магазин в очередной раз спустя какое-то количество лет. И я нашел там свой аккаунт, зашел в него и увидел, что у меня было 25 баксов. И я подумал, дай-ка я закажу бутлегов, чтобы сделать обзоры интересные, потому что на обзорчики, смотрите, надо очень прикольно, когда они по делу. Коробка нендороида, кстати, ничего. Довольно качественно, даже вот розовый текст более-менее четкий. А сам рисунок так вообще процентов на 70 от идеала. Нету смазанности, нету проблем. Как видите, китайцы начали делать фигурки не как 10 лет назад. Лицо довольно четкое, волосы без особых ярких проблем. Видно, что вот тут, вот тут вот на хвостике покраска и прочее. Ну, это я отдельно просто сделал обзор, наверное, на нее. Фигурки не с Алиэкспресса. Называть магазин я не буду, это как бы реклама будет. Мне они за это дело ни копейки не платили. Если бы мне присылали бесплатные фигурки на обзор, я, наверное, без проблем бы рассказывал, что и как. И Кирита прайс. В наличии он у нас есть. Это белый получается, да, белый. Так что сравним белого с белым. В наличии белый еще был, если я помню. Но уже видно по типографской, типографскому качеству печати коробки, что качество-то отстойненькое. Я не знаю, понимаете, юмор-то в чем? Я почему решил сделать обзор на прайсы, ну, на подделку, на оригинал. сами по себе прайсы редко бывают очень качественными. То есть, они уже, скажем так, низкий потолок фигурки. То есть, в принципе, подделка на комплитку, на PVC-фигурку, на дорогую фигурку, она по качеству у китайцев примерно как прайс выглядит. Ну, в большинстве случаев. И мне интересно, а копия прайса, она по качеству какая? То есть, она вообще-то дерьмовая должна быть? То есть, сам прайс по себе в Японии это полторы тысячи иен стоит, например. Это 15 долларов, это, грубо говоря, тысяча рублей. Но бутлег стоит-то дешевле, там, 400, 500, 600 рублей. То, что вы покупаете бутлеги, там, ну, если кто смотрит меня, кто покупал копии и знает, что это копии китайские, то, что вы покупаете бутлеги по полторы-две тысячи в аниме-магазинах, причем бутлеги прайсов, например, да, то вы знаете, ну, это вообще дерьмо на самом деле, которое, ну, по мне так стыдно ставить на полку и прочее. Ладно, если ты там школьник, у тебя денег мало, ты копишь вот на прайзик там китайский. Это я еще могу понять, но когда ты человек уже взрослый, дарит такое, покупать себе, надо быть выше, этого. Так, ну, он даже не заклеен, он реально не заклеен, кстати, смотрите, ни скотча, вообще ничего. Посмотрю уже, что внутри. Так, ну, насколько я помню, оригинальный прайз, упаковка не совсем такая. Кстати, обзор оригинального прайза на нашем канале есть. О, ну, вообще зашибись, желобы. О, желобы какие. такие. Ну, что касается подставочки, подставочка, это знатное дерьмо. Вся в царапинах. Вон, вся в царапинах. Просто ужас, если честно. Так, ну, фигурка, которая болталась, ну-ка, целая, ну, хотя бы целая. Ну, что тут сказать, я подержу просто, вы посмотрите. В общем, такое ощущение, что у него по лицу асфальтоукладчик проехал. Я не знаю, как сказать, ну, спиртом, нет, не спиртом, растворителем брызнули в лицо у Кирита. Потому что конкретно по качеству прайза такими дерьмовыми не бывают. Было у меня много прайзов, немало прайзов я фотографировал. Я не буду врать, говорят, что это офигенный прайз. Так, мечи есть, ручки для мечей есть. Мечи уже видно, как вот тут облой называется. Это вроде вот пластик по краю, видите, торчит. У прайзов, ну, такого говна не бывает. Прошу прощения, конечно, заругательствовать тех, кого это может оскорблять, но когда я вижу подобные поделки китайцев, меня это... Да мне все равно, честно говоря, люди же покупают. Но обидно, когда люди не знают, что они покупают китайские подделки за кучу денег переплачивают 3-4 их цены. А ниндородига придется, видно, отдельно вскрывать и показывать. Надо глянуть, кстати, может в наличии есть, я не помню. Проблема ниндов, бутлегов в том, что у них крайне слабые суставы и очень часто бывают проблемы не только с качеством фигурки, а именно с суставами. Экшн-фигурки, фигмы, ниндороиды и многое другое, ну, честно говоря, я особо не помню, то что еще делают популярное, они рассыпаются. То есть, один сустав, там, шарнир нормальный, а другой сустав, шарнир просто не держится, в итоге у него башка будет, пальц, рука или нога или еще что-нибудь. И в итоге, я так думаю, многие просто их на суперклей склеивают, потому что куда уже деваться, фигурка не стоит, например. Через меня одно время заказывали это нередко бутлеги, именно экшн-фигурки, и представляете, как бы мое удовольствие, когда приходит коробка, а внутри все болтается, а в итоге коробка была не заклеена, вот с фигмой точно помню, сейбер на мотоцикле, на байке, да, на байке вроде была она, она не была заклеена, она развалилась, и приходит мне вот коробка, и все это рассыпано было целиком по коробке, болталось. Хорошо, что не поцарапалось сильно ничего. Я собрал как мог, там заклеил плотно, чтобы человек не особо огорчался, когда это получат творение китайцев. Он получил, он мне потом писал, что он просто сделал ей позу, которая ему очень нравилась, и он просто взял это дело на суперклей, склеил целиком, поставил на полку, и как бы он говорил так, ну, издалека же особо не видно, как бы, а мне денег нету, чтобы купить нормально. Он понимал, что он покупает бутлег, и у бутлегов есть такие проблемы. Все, спасибо за просмотр, 17 минуты потратил с вами. Спасибо, подписывайтесь, пишите в комментарии, что хотите. Аниме-магазин Отто Кукинг, только оригинальные аниме-товары, ну, просто потому, что стыдно говно продавать. До свидания, пока.